Всех приветствую на нашем канале. Кто смотрит наш канал, знают, что у нас на канале не только рецепты, много видео о наших поездках с полезной информацией, а также о нашей жизни и о нашем приусадебном участке. Во всех видео есть субтитры и вы можете посмотреть видео с субтитрами на своем родном языке. Всех приветствую на нашем канале. Сегодня я начинаю заготавливать базилик на зиму. Собрала немножко своего зеленого базилика. Так, базилик мы просто обожаем, поэтому я его заготавливаю в разных вариациях. Так, первое, что я буду делать, это песто. Песто у меня на канале есть рецепт, но так как там вообще идеальное соотношение продуктов, я его немножечко повторю быстренько. Так, для начала мне нужно отделить листики. Смотрите, вот такие мягкие побеги я оставляю, на песто они пойдут. Деревянные вот эти внизу побеги я, естественно, убираю. Буду здесь просто обдирать листики. Итальянцы песто добавляют только в пасту, но мы даже и на бутерброд не прочно мазать. Вкусно, конечно, очень. Жесткие побеги не добавляю, потому что они будут волокнистые потом. 130 грамм базилика, 65 грамм кедровых орешек, 3-4 зубчика чеснока, 65 грамм пармезана и масло 100-120 грамм, там будем смотреть по консистенции. Все, все складываем и потихоньку перебиваем. Сразу это все не войдет, поэтому буду в одну емкость сливать. Щепотку соли забыла вам сказать. В одну емкость буду сливать, потом там все перемешаю. Все, я перебила все вместе. Консистенция должна получиться вот такая. На ложке держится. Так, перекладываю в маленькие емкости, такие на один раз. И сразу в морозилку. В холодильнике хранить нельзя. Это все дело окислится у вас. Такой емкости хватает где-то на пачку спагетти. Они тем и удобны. Достал, использовал и все. Не надо заразмораживать, потом снова замораживать. С этого количества у меня получилось песто. Шесть круглых маленьких баночек и вот такая плоская одна емкость. Второй способ, как я заготавливаю базилик на зиму. Опять-таки, обрываю листочки. Мягкие части все отделяю. Жесткие откладываю. Все мягкое. Макушечки, они всегда мягкие. Стебельки жесткие. Укладываю все в блендер. Щепотка соли. И масла. Нам нужно сейчас сделать жидкую кашицу. Вот такая жидкая кашица. Но при этом концентрат вкуса. Переливаю в бутылку, с которой потом будет удобно использовать. Такой концентрат я использую в салатах. Можно его разбавлять немного маслом. Также использую при приготовлении пасты, спагетти, всевозможных макаронных блюд. Также с этого концентрата можно делать ароматное масло. Тоже для салатов. Храню я его только в холодильнике. Хранится он прекрасно до следующего сезона. Главное, заглядывайте туда, чтобы было масло. Так, помимо зеленого базилика, у меня еще есть фиолетовый. Это он выглядит как зеленый. Не знаю почему, но вообще это фиолетовый базилик. Это не зеленый. Я его, конечно, не так люблю, как зеленый базилик. Но вот у меня оказалось, можно сказать, случайно три пучка. Отделила полностью я весь лист от стебельков. Первое, что я буду делать, это буду укладывать листья в банку, пересыпая немножко солью. Укладывайте соль, укладывайте соль, прям утрамбовывайте. Такую заготовку я делаю вообще с зеленого базилика. Ну раз фиолетового тоже много, с него тоже сделаю. Хотя они по запаху отличаются. У зеленого, конечно, нежнее и вкуснее аромат. Такую заготовку я храню в холодильнике. И обязательно оно должно быть полностью покрыто маслом. Может стоять и год, и больше, но главное, чтобы было покрыто маслом. Так, такую заготовку я использую в салатах. Можно и масло использовать, салат полить. Можно и вот эти листья я тоже в салат точечно выкладываю. Потому что такой вкус, пряный вкусный придает. Так, больше набивать не буду. А то листья будут выпрыгивать с банки. Все, и заливаю маслом. Он немножко постоит, масло может опуститься. Тогда его надо будет долить. Так, ну вот наш базилик немножко, чтобы поднялся. Утапливаем его. Короче, понаблюдать просто за ним надо, чтобы листья не выползали. Там в случае чего подлить еще масло. Он потом обмякнет. Можно добавить сюда чеснок. Несколько долек. Прямо порезать. Будет еще вкуснее. Вот у меня точно такая заготовка. Только зеленого базилика, прошлогодняя. Прекрасно сохраняется. Главное иногда туда заглядывать. Лист у него большой, но куда, прям на пол ладошки. Поэтому такой крупный лист я порежу. Остальные листья я сейчас немножко измельчу. И на сушку. Все, и оставляем его сушиться. Как высохнет, пересыпаем просто в удобную емкость для специй. Ну и вот так вот он выглядит. Когда куда-то добавляю, я его вот так вот в руках разминаю. Кому крупновато, можно помолоть на кофемолке. Ну и теперь дошла у нас очередь до ароматного масла. Можно использовать отходы от базилика. Как раз таки вот те стебельки жесткие. Но если вы делаете, конечно, для личного пользования, если вы делаете это на подарок в красивой стеклянной бутылке, то, конечно, лучше положить красивый свежий базилик. Ну, у меня выкидывать это все жалко. Использовать нужно. Поэтому я закладываю все это в бутылочку. Так, одну веточку я базилика положила. Можно эти палочки порезать. Они быстрее тогда отдадут свой аромат. Так, несколько горошин у нас будет черного перца. лаврушка. Я беру две дольки чеснока и разрезаю их вдоль. И несколько веточек тимьяна. Также такое ароматное масло можно сделать из концентрата базилика, который мы делали. Кориандр можно положить горошком. У меня молотый. Я молотый добавлю. И заливаю теплым маслом. Хотите оливковым, хотите подсолнечным. Если у вас стеклянная бутылка, можно его разогреть погорячее. Я сделала его немножко тепленькая, потому что бутылка пластиковая. А в стекле будет отлично и горячее масло. Тогда все травы и пряности быстрее отдадут свои ароматы. Также, кто любит, можно добавить перчик. Кто любит прям остренькое, можно зубочисткой проколоть или побольше положить. Такое масло я храню тоже только в холодильнике, чтобы оно не прогоркло. Хранится также до следующего сезона спокойно, если вы его не успели использовать. Вот так вот все классно. В стеклянной бутылочке, конечно, будет покрасивее. Можно использовать даже как интерьерный декор. Я показала вам основные способы, как я заготавливаю базилик именно на зиму. Кому понравились рецепты, не забывайте подписываться на канал. Будет еще много интересного. И поездки, и рецепты. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Буду рада вашим комментариям. Пока, всем удачи!